Ну вот и пришло время развенчать еще несколько суеверий, связанных с православием, потому что в эфире рубрика «Мифы о церкви». Батюшка, вы готовы? Да. Ну, поехали. Первый миф звучит так. На могилке к родным зимой ходить нельзя. Спят они, побеспокоишь. Конечно. Зимой только единственное то, что холодно. А так, в принципе, на кладбище все, наоборот, ходят и ухаживают за могилками. А побеспокоим мы наших почивших близких, если будем приходить к ним на могилки такие вот совсем унылые, грустные. Потому что вот я мне, когда мама видит мое, значит, честное изображение, и говорит, что тут ты какой-то грустный, начинает беспокоиться. Вот все-таки, мне кажется, наши почившие сродники не смотрят на нас. Им тоже бы хотелось видеть, что мы улыбаемся, что у нас все хорошо. Ну, как у любые родители, они хотят, чтобы у детей все было хорошо. И у некоторых вот состоится миф, что нужно обязательно быть очень грустным, вот каким-то вот расстроенным. Нет. Нашим родственникам было бы приятно видеть нашу улыбку. Поэтому, конечно, и зимой можно приезжать на кладбище, и никаких проблем в этом для христианина нет. Помолиться всегда вообще здорово. И найти повод приехать и поухаживать за могилой. Мне, кстати, больно видеть заброшенные могилы, в том числе зимой. И так приходишь иногда и видишь, что просто там, просто сугроб один, вместо того, что там даже не видно самого камня вот этого. Нет. Хорошо бы приехать, расчистить как раз, чтобы было, ну, проявить какую-то любовь, даже после смерти своего близкого, проявить внимание, любовь к его месту захоронения. Второе утверждение звучит так. После Еле помоза, не нельзя крест на лбу размазывать. Запрещено крест ломать. Надо дождаться, когда сам высохнет или впитается. Нет, вы будете очень долго ждать. Не надо так ждать, тем более вы будете ходить, и это будет выглядеть немножко странно. Тем более, одно дело, когда мы в храме стоим, у нас там крест изображен, а потом-то мы идем в обычное, значит, светское окружение и начинаем делать не всегда вещи, да, соответствующие, которые будут соответствовать эстетике храма. Нет, ничего страшного. И наоборот, всегда у нас все выходят и сразу же размазывают это. Это, если вы посмотрите, как раз, когда собора не совершают, помазывают всех, и после этого Еле размазывают по всему телу. Это, наоборот, даже так принято. И то, что вы крест сломаете, там, значит, размажете себе на лбу, это никак не приближать, не отдаляет. А вот то, что мы иногда произносим, да, или вот, например, миф какие-то создаем, вот это может действительно сломать внутренний крест. Ой, Боже, вот такой вопрос. Тела сгоревших на пожаре и кремированных не воскреснут в судный день, говорят. Для Бога все возможно, нельзя ограничивать все силия Божия и говорить, Господи, для тебя это невозможно. Но это как-то очень дерзновенно за Бога решать, что он может, а что он не может сделать, да. Вот некоторые люди берут на себя такие, да, почему-то, не знаю, откуда у него берется такая смелость за Бога что-то решать. Наоборот, мы знаем, что в Евангелии сказано, что из камней могут воздвигнуть детей Авраама. То есть Бог из ничего, из пепла может обратно воссоздать. А сколько, подождите, мучеников у нас есть, чьи тела были либо сожжены, либо съели дикие звери, там, когда на Колизее, да, выводили христиан, мучеников, их съедали просто звери и утопили и так далее, и так далее. У нас мощи далеко, не всех святых вообще остались. Многие были уничтожены, останки. И тем не менее, естественно, Господь в последний день всех воскресит, даже там из пепла, из праха. Для него это ничего не стоит. Бог вообще-то всемогущий. На секундочку. Вседержитель, да. Батюшка, вот тут миф по поводу освящения квартиры. Когда священник освятит квартиру, нужно его обязательно попросить, чтобы он перед уходом, открыв дверь, покодил в коридоре. Ведь бесов из квартиры выгнали, так они под дверью сидят и обратно заскочить могут. А если покатить, да побыстрее за батюшка дверь захлопнуть не успеет. После того, как батюшка освятил квартиру, его нужно обязательно покормить. Вот это правильно, чтобы он не ехал обратно, значит, по своим делам голодный. Вот. Гостить его вкусным чаем, какую-нибудь выпечку домашнюю. Вот. Тогда бесы к вам не зайдут. Они будут знать, что здесь батюшек кормят, и он еще вернется же. У нас так вкусно покормили, он еще раз придет. Вот. А бесы проникают в наше жилище, потому что мы сами их туда зовем. Просто взяли, привезли зачем-то какой-то, значит, значок. Амулетик, да? Амулетик, да, там из заграничной поездки, какой-то глаз Будды или еще что-нибудь. Или какие-то мы начинаем, включаем телевизор. Главитель сынов. Да, начинаем, включаем телевизор, смотрим какие-то битвы экстрасенсов и так далее, так далее, прочую муть. И тем самым мы играем на стороне врага. То есть нас Господь защищает, Он всегда оберегает нас от нечистых сил. Но мы, как, знаете, жители Каринфа, нашелся предатель, который открыл ворота для римлян. Вот так же мы иногда поступаем и, как предатели, открываем для нечистой силы двери через обращение вот как раз к всяким экстрасенсам, всякой астрологии и так далее, и так далее, и так далее. Нужно к этому максимально относиться аккуратно и не впускать, и вот эти все свои красные ниточки срезать. Вот, все, тогда точно бесы не будут вас докучать, а батюшки будут приходить к вам снова, потому что очень вкусная домашняя печень. Спасибо. И последний миф на сегодня, когда пьете святую воду, можно делать только нечетное количество глотков. Интересно, кто будет считать, вот, и, знаете, когда, пока вы будете делать, считать, какие у вас там количество глотков, вы вообще потеряете связь, а зачем я это делаю? Мне кажется, наоборот, надо три глотка сделать, знаете, вот как бы во имя отца и сына. Да никакая разница, Господи, сколько вы глотков будете делать. Вот делать нам больше нечего. Вот чем люди занимаются. Вот, да? То есть вот мне по логике, мне нужно, у меня страстей полно, у меня там и гордыня, у меня и обидчивость, у меня и раздражительность. Я там у меня детей постоянно ору. И вот я вместо этого сижу и думаю, сколько я глотков сделал? Три или четыре? Мне кажется, бесы в этот момент просто такие, есть же, ну, наконец. Мы, наконец, заморочили человека, что он занимается не своей духовной жизнью, а считает глотки. Вот просто у них, мне кажется, они шампанское открывают в этот момент. Вот, вы пьете святую воду, а они пьют шампанское за то, что вы считаете глотки. Пожалуйста, не занимайтесь вот ерундой. Обратите внимание на реальное положение дела и на реальную свою духовную жизнь. И то, те вещи, с которыми нужно бороться, и тщеславие, и лень, и сладострасти наши, и так далее, и так далее. Вот, есть у нас чем заняться. Если что, можно всегда спросить у духовника, батюшка, вот мне считать глотки или, может быть, мне чем-то другим заняться, более полезным? Я думаю, он вам подскажет. Спасибо, отец Николай. Теперь пришло время для короткой паузы, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного.